Добрый вечер Добрый вечер Так сказать Либеральные СМИ пытаются Столкнуть мою точку зрения Как бы с памятью Ельцина и с его семьей Это абсолютная так сказать Профанация Это Подмена очень серьезная Дело в том что именем Бориса Николаевича Ельцина В Ельцин центре Происходят Абсолютно разрушительные Действия на сознание Маленьких особенно детей Когда им показывают Мультипликационный фильм Восьмиминутный историю страны Где вся история страны Это мерзость, кровь, предательство Идиотизм И репрессии И только С приходом Бориса Николаевича Страна обрела Светлое будущее И настоящее Так сказать Без прошлого Потому что прошлое было Безобразно Когда туда приходит Восьмилетний мальчик Не обремененный Большими знаниями В истории И смотрит это Ну вкладывается уже Автоматом Вкладывается представление О том Что вся история его страны До 90-го года Это мерзость Которую надо стыдиться И забыть Вот и все Когда в этом музее Так сказать Мы видим Присутствие Огромного количества Людей Получивших Возможности В 90-е годы И не видим Ни одного человека Который Будучи человеком Знаменитейшим Известнейшим Много сделавшим Но не разделяющим Так сказать Либеральный взгляд И вот там нет Там нет ни одного человека Который Так сказать Считает Что Развал армии Это плохо Что продажа За копейки Флота Это плохо Что Переформатировать Военный завод На производство Игрушек Или кастрюли Это плохо То есть Там все время Идет Так сказать Подтасовка Там рассказывают О героическом Времени Сложном Времени Героическом Времени О том Что произошло В Чечне Абсолютно Преступная война Об этом не говорят Ну и так далее Ельцин Да и против В репортаже Анжелы Брик Придать торжественности Моменту Кажется Даже стены Помогают В Ельцин Центре Вручают Государственные Награды И уже одно это Говорит о статусе Музея Современной История России Правда Не всем В куларах Только и разговоров Что о критике Кинорежиссера Никиты Михалкова В конце прошлой недели Он во всеуслышание Потребовал Изменить содержание Фильма Который показывают В экспозиции Мол он не воспитывает Патриотизм И любовь к родине У молодого поколения И искажает Историческую правду Ежедневно Происходит Инъекция Разрушения Национального Самосознания Детей Ведь разговор Идет не о том Чтобы закрыть центр А о том Чтобы скорректировать Эту программу Она Разрушительна Первой в публичную дискуссию Вступила вдова Бориса Ельцина Наина Иосифовна Ее удивило Что нелицеприятно А музей Высказался человек Который там никогда не был Ее позицию поддержал И губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев И пригласил кинорежиссера Лично посетить центр Который уже оценили Во всем мире С пересказов И с рассказов других Сложно Давать объективные оценки Поэтому я его пригласил Надеюсь Что в скором будущем Он подъедет И мы обязательно Проведем Экскурсию Ну и если есть Какие-то замечания Обязательно Выслушаем Павел Крашенинников Лично знакомый С первым президентом Борисом Ельциным С Никитой Михалковым Готов поспорить По его мнению Экспозиция Посвященная Переходному времени Показывает жизнь Такой Какой она была На самом деле Беспрекрас Я знаю Какая здесь экспозиция Здесь был Неоднократно И с вами Кстати говоря Тоже Вот И я все это вижу Я сам все это Здесь проходил Я же здесь жил И жил и в стране И в городе Который назывался Тогда Свердловск На самом деле Мне кажется Что здесь Как раз Все очень взвешено И очень все разумно И я пользуясь случаем Хочу пригласить Не только Тех кто В Екатеринбурге Либо Свердловской области Живет Чтобы сюда приходили Сотрудники Ельцинцентра В недоумении Экспозиция Составлялась Большим творческим коллективом Социологов Политологов И историков К тому же Большую часть выставки Составляют документы И предметы истории И экскурсии с детьми Проводят Профессиональные педагоги Которые никакой крамолы Не несут В образовательном Отделе музея Работают историки Преподаватели истории Поэтому Здесь говорить о том Что правильно Что неправильно Это академические знания Которые представляются У нас в школах Точно так же Сегодня Книга отзывов Ельцинцентра Пополнилась Новыми записями В том числе Сделанными рукой Представителей других стран И сотрудники музея Надеются Что вскоре Увидят там И отзыв Никиты Михалкова Анжела Брик Евгений Драбышевский Главные новости Екатеринбурга Никита Михалков Написал на ине Ельциной письмо Где разъяснил Свою позицию Кинорежиссер Выразил сожаление Что огорчил Вдову первого президента Но подчеркнул ее Ввели в заблуждение Михалков никогда Не говорил Что Борис Николаевич Не достоин музея Также режиссер Подтвердил Лично В Ельцинцентре Не был никогда Но там работало Несколько съемочных групп Специально туда отправленных Которые полностью Отсняли все экспозиции Экспонаты Интерьеры Кафе Мнения людей И так далее И поверьте Я имею очень полное Представление о том Что там происходит На упрек В том что Михалков Помогал Ельцину Во время выборов 96-го года Прежиссер отметил Это было искренне Ведь по его мнению В тот момент Альтернативы Борису Николаевичу Не было никакой Кроме того В то время Никто По крайней мере Из тех Кто голосовал За Бориса Николаевича И я в том числе И представить себе Не могли Всю глубину И трагичность положения В котором окажется страна Это и раскупленные заводы И проданные за копейки Корабли И униженная армия И обнищавший народ И разрушенная наука Михалков подчеркнул Он не против Самого музея Режиссеру не нравится То что там Именем первого президента России Как он говорит Разрушают историческую правду Скрашивая это Бесплатными посещениями Развлечениями И времяпрепровождения В прекрасных интерьерах Центра Также Михалков попросил Наину Ельцину Отделить зерна От плевел И посмотреть На все глазами людей Которые не могут Согласиться С необъективной Трактовкой истории Ранее Ельцина Обвинила Михалкова Во лжи Ее недовольство Вызвали высказывания Режиссера о том Что заведение По его мнению Ежедневно разрушает Национальное самосознание Сотен детей Поскольку Дает какую-то Необъективную Оценку истории Ельцин Центр Открылся В Екатеринбурге В ноябре Прошлого года Его задумывали Как общественно-политическую Организацию Которая будет Способствовать Построению Правового государства А также Изучению Развитию Института Президентства В России Там есть Музей Библиотека Архив Образовательный Детский центры И выставочные залы Борис Ельцин Возглавил Современную Россию В 91-м году Спустя 5 лет Он был переизбран На второй срок А 31 декабря 99-го года Объявил о своей отставке И передал пост Владимиру Путину Который на тот момент Занимал Должность Премьер-министра Продолжение следует... Продолжение следует...